Всем привет! В этом видео я решила показать, как у меня хранятся блокноты, открытки и всякие материалы. Периодически в комментариях вы меня об этом спрашиваете. Я что-то уже показывала в других видео частично, но, наверное, сниму еще отдельное видео. Здесь тоже будут не все мои места хранения, но покажу то, что смогу показать. Сразу скажу, что моя система хранения, конечно, далека от идеала. Есть еще что улучшить, но покажу, как есть, может быть, что-то вам будет полезно, ну или просто интересно посмотреть, как оно устроено. Ну и начнем сейчас вот с этого шкафа, который я уже долго показываю. Здесь как раз видно, что лежат блокноты, лежат открытки и внутри коробок тоже что-то лежит. Это верхние полки, я туда редко заглядываю, но если мне нужно что-то достать, то это несложно сделать. Дальше я, наверное, открою шкаф, потому что так будет больше видно. Это коробка блокнотов, это коробка, кажется, фотоальбомов. Вот эта черная коробка, здесь лежат краски, кисти, что-то для рисования у меня еще с детства осталось. Я иногда достаю для чего-то, но редко. Поближе покажу блокноты. Тут есть чистые, которые я показывала в каком-то из видео про чистые блокноты. Ну и какие-то поновее я еще не показывала. Дальше, вот, собственно, мы прошли эту полку. Теперь вот эта полка. Здесь видно, что лежат пачками всякие открытки. Тут все тоже как-то разделяется. Вот эта коробка, в ней лежат полученные открытки. Сверху лежат тоже полученные открытки, уже отсканированные, которые нужно разобрать и рассортировать в эту коробку и в другие. В этой коробке тоже лежат полученные открытки, тоже уже отсканированные. И переходим в правую часть. Здесь тоже лежат открытки, но уже чистые. Вот эти все, которые сверху и которые внутри коробки, там не отсканированные открытки для обменов. Еще вот внизу какие-то советские. Короче, тут надо что-то еще разбирать, на самом деле. Я здесь иногда беру какие-то открытки, я помню, что они там есть, и мне для каких-то бывает обменов, или по сайтам отправить нужно. Я прям копаюсь и ищу. А так вообще, когда есть время, я сканирую эти открытки и добавляю в обменник, и отсюда их убираю в другую коробку, в другое место. И спустимся теперь ниже, еще на полку. Здесь в белых коробках, в одной лежат ленточки для упаковки, в этой, я не помню что, по-моему, слайды. Это, собственно, блокнот, который я делала в декабре из всяких пакетов. Пока он просто лежит. Не придумала, что в нем делать, но потом, может, придумаю. И еще здесь несколько коробок. Вот это пачки открыток, которые надо куда-нибудь деть, либо продать, либо обменять массово на что-нибудь, потому что это ненужные мне открытки чистые. И дальше еще вот эти три коробки. Здесь лежат открытки, которые я храню для себя. Там они у меня рассортированы по темам более-менее, и я могу найти, если мне какая-то нужна. И дальше спускаемся еще ниже. Здесь уже такие цветастые коробки. Вот сверху там были все-таки красивые более-менее. Тоже, конечно, какие-то есть вот эти две пятнистые, но тут уж совсем такие, которые не поставишь в витрину. В этих вот обувных коробках у меня лежат советские открытки. Они там вообще свалены все разные темы в одну кучу. Мне их надо все разобрать. Ну вот когда-нибудь я это сделаю. Вот здесь у меня лежат эти открытки из обложек от наборов, вырезанные. Я иногда ими обмениваюсь, вот накапливаю в этой коробке почтовой. Эти вот коробочки от набора открыток. Тут вот цветочные феи. Мне кажется, я их уже показывала как раз тоже в отдельном видео. Две коробки. Здесь вот это Гарри Поттер. Вот он, собственно. Тоже набор там 100 штук. И тут лежат еще вот какие-то упаковки от наборов, которые надо вот в ту коробку на самом деле положить. И еще тут несколько блокнотов, которые на самом деле надо туда наверх убрать. Ну и здесь еще вот эта коробка. Это тоже открытки, которые я храню для себя. Она просто такая маленькая и сюда вот влезает. И теперь еще ниже две полки. Это все тоже открытки. Вот эти большие коробки синие и с узором внизу, это все коробки с входящими открытками. Там они у меня рассортированы по годам и по странам. И еще есть тут коробки с чистыми открытками. Вот эта коробка открыток, которые я храню для себя. Это тоже самое. Здесь вот лежат какие-то советские открытки, которые тоже надо разобрать. А вот эта черная коробка, там рекламные открытки. Там целая коробка только рекламок. Ну и тут вот еще у меня сверху лежат открытки, которые я храню для себя, которые не влезли в те коробки. В общем, я сюда вот иногда складываю в этот шкаф. Если у меня что-то попадается, мне лень рассортировать, я вот просто так кладу, потом рассортироваю. Поэтому тут что-то вот лежит с Мариинским театром. Какие-то открытки. В общем, надо будет их убрать в соответствующие коробки. Ну вот пока оно все так лежит, мне хочется убрать блокноты в какую-нибудь из коробок внутрь, чтобы они не лежали вот так вот все на виду. Здесь вот в принципе более-менее все. Но вот только вот эти открытки убрать с пакетами, которые... Ну их вообще от них надо избавиться. И вот эти коробки цветные либо заменить на другие, либо куда-то переложить, чтобы их было не видно. Ну и покажу внутренности нескольких коробок. Это полученные открытки. Здесь они рассортированы по странам. Здесь все страны, кроме России, по-моему, пока не влезают вот в эту одну коробку. А это вот уже полученные из России. Здесь они тоже рассортированы, но по годам. Вот тут, например, 19-й год. Это вот все 19-й год. Или вот 20-й год. Это вот 20-й и вот тут еще кусок. У меня еще есть коробка нестандартных открыток. Там всякие круглые, квадратные, большие. Там все вперемешку, все страны. У меня еще есть идея сделать дополнительную сортировку. Из всех открыток найти те, которые я сама себе отправляла за все годы. И сложить их тоже отдельно. И точно так же отдельно сложить открытки, которые я получала от знакомых лично людей. Тоже вот будет от каждого человека своя стопка. Мне кажется, это неплохая идея, но пока я ее еще не пробовала и не реализовала. И еще вот эту коробку я хотела показать. Это коробка с блокнотами. Здесь пока лежат блокноты разных форматов заполненные. Я хочу потом взять еще пару коробок и разложить отдельно вот такие маленькие форматы и отдельно побольше. Тогда, наверное, они будут как-то лучше помещаться, потому что здесь сейчас вот есть в том числе и пустое место, которое уже никак нельзя заполнить. И еще у меня в этом шкафу на открытой полке стоят такие вот альбомы с коллекциями открыток. Здесь у меня собраны самые мои любимые темы. И я добавляю сюда какие-то новые открытки, если они приходят и если еще осталось место. Есть такие вот толстые альбомы и есть альбомы потоньше. Вот сейчас один из них. Посмотрим, как выглядит внутри. В этом альбоме у меня хранится коллекция открыток с Винни-Пухом. Собственно, сразу тут они видны. Эти альбомы вообще универсальные для коллекционеров. Здесь система такая на кольцах. То есть можно вставить любые вкладыши. У меня вставлены вот такие вкладыши, где по две ячейки, то есть по две открытки помещается. Можно, например, здесь вставить для монет такие листы, где много ячеек, ну или какие-то еще. Я вставляю по две открытки, получается, в один вкладыш, потому что я хочу смотреть их с двух сторон. У меня здесь оборотная часть и лицевая. Но можно вставлять и по четыре штуки. То есть здесь будут две картинки, и здесь две картинки. Это уже кому как нравится. Тут влезает формат 10 на 15, но можно, в принципе, впихнуть и формат побольше, потому что вот тут еще есть пустое место. Конечно, очень приятно листать эти альбомы, рассматривать свою коллекцию, но влезает сюда не так много открыток, поэтому если коллекция большая, но и она все время увеличивается, то приходится докупать эти альбомы и добавлять еще вот эти вкладыши. Это все стоит не очень дешево. Сейчас, мне кажется, это еще все подорожало. Я давно не покупала, пока использую то, что есть. И поэтому у меня основная часть входящих лежит вот в тех коробках, которые я раньше показывала. Ну и кроме того шкафа, который я уже показала, у меня еще есть рабочий стол. Здесь тоже есть всякие полочки, есть там вот еще внизу всякие ящички. Я сейчас попробую все это показать. Я не готовилась к этому видео, я его решила спонтанно снимать, поэтому ничего специально не разбирала, поэтому будет все как есть. Ну и сначала покажу вот эту верхнюю полку. Там у меня стоят шесть таких вот папок формата А4. В них лежат разные материалы. И вот, например, вот здесь у меня три папки, самые крайние. Это новогодние материалы. И внутри это выглядит вот так. Здесь лежат тоже папки, чтобы все это не пылилось. И вот, например, это скраб бумага новогодняя небольших форматов. Это вот, например, стикеры. Ну да, вот наклейки. Собственно, так оно все хранится до следующего года. Потом я достану, смахну пыль немножко и буду использовать. Вот когда была зима, не зима, а Новый год, у меня эти папки на полу просто стояли вот здесь у стола. И было очень удобно, потому что не надо было все время лазить наверх, но при этом они как-то все-таки были в каком-то едином месте. И еще вот здесь, кроме папок, есть три таких деревянных ящичка. В них лежат всякие заготовки товаров для магазина. Вот, например, в красном лежат заготовки для блокнотов, которые я планирую сейчас делать. Дальше перейдем к следующей полке. Не очень красиво все это лежит, но зато доставать достаточно удобно. Это синий альбом внизу с гербарием. Не так часто его использую, но бывает. Это коробочка с обрезками. Я ее периодически показываю в своих видео про блокноты. Вот эта коробка со всякими неформатными открытками для обменов. Они у меня все отсканированы и просто лежат в отдельной коробке, потому что так удобнее. И вот этот органайзер с наклейками, который я уже тоже показывала. Мне он нравится, но вот мне очень нравится, что он здесь так лежит и выпирает на самом деле. Вот он торчит из этой полки. Но пока лежит как лежит. Это альбом с марками, которые я храню для себя. И здесь еще несколько блокнотов и тетрадей, которые я иногда использую. И переходим на следующую полку. Здесь снова стоит такой вот ящичек, и он весь наполнен блокнотами, которую я сейчас веду. Здесь вот у меня мусорный блокнот, этот вот стикербук, это блокнот для музеев, всяких билетов, и еще тут тоже несколько блокнотов. Здесь еще у меня стоит штампик магазина, наклейки магазина, еще тут адресные штампы. И здесь вот, например, в папке лежит блокнот для встреч. Как раз я в этой папке его прямо и ношу, и так он и лежит. И вот это вот конверт с конвертами, тоже для отправки беру, если надо что-то отправить. И еще у меня здесь такие вот конвертики лежат. Я их использую обычно во время поездок, беру с собой марки, беру открытки, чтобы они не помялись, и при этом лежали все вместе. Ну вот в середине между полками у меня просто выставка открыток, которую я меняю периодически для красоты. и здесь дальше идет такой вот ящик входящих открыток, которые ждут сканирования. Вот когда я их отсканирую, то они переходят в тот шкаф, который я показала в начале, и там я их раскладываю по коробкам. А пока вот здесь где-то 800 открыток примерно лежит. И надеюсь, в этом году уменьшу это количество, и здесь не будет такой вот сверху свалки хотя бы. Ну и теперь перейдем на уровень стола. Здесь у меня лежит вот этот коврик, который часто можно увидеть в моих видео, где я делаю что-то за столом. Мне он нравится, хотя он уже достаточно старый, и немножко по краям ободрался. Я его тут заклеила уже скотчем. Может быть, я потом куплю новый, но пока этот меня тоже устраивает. Здесь у меня стоит коробочка со скотчами. Надо, кстати, поменять уже на какие-то более весенние, потому что здесь у меня пока еще что-то такое около новогоднее. И здесь у меня стоят штампики с ником, который я все время использую. И еще тут тоже должен стоять штампик с датой. Это вот такой автоматический штампик, который я ставлю на открытки и в блокноты. Справа у меня тут стоят стаканчики для ручек. Это просто граненый стакан с надписью «Урал», который я купила в Екатеринбурге. Мне нравится, как в нем смотрятся эти ручки цветные, и поэтому так поставила. И вот эта зеленая подставка. Я даже не знаю вообще, откуда она у меня. Мне кажется, я ее сама не покупала. Но мне удобно здесь, что посередине есть вот эта штука для бумаг. И здесь у меня стоят открытки, которые ждут отправки. Очень это удобно, потому что больше тут их некуда особо класть, а здесь они как раз стоят и напоминают о себе. И здесь у меня стоят все эти ручки, карандаши, клей, который вот так вот все время падает, на самом деле. Это не очень удобно. Но пока остается эта подставка, и мне нравится ее цвет, потому что это зеленый цвет, мой любимый. Дальше у меня есть такая вот подставка для бумаг стоит, вот металлическая. Я ее сделала из радиатора для процессора от старого компьютера. Я когда-то разбирала компьютеры, и вот у меня попался такой радиатор. Я решила, что это идеальная подставка для бумаг. На самом деле она очень удобная, здесь очень много получается ячеек. Здесь у меня просто стоят всякие бумажки, которые надо разобрать, и есть бумажки для записи, которые я использую. Еще у меня здесь вот стоят два дырокола. Это круглый дырокол для одной дырки, и есть закруглитель углов, который я тоже часто использую, чтобы закруглять углы на фотографиях. Вот эта, кстати, полка серая, она должна была лежать вот так горизонтально на 90 градусов повернута. То есть это должна была быть полка вот такая горизонтальная. Но мне удобнее ее использовать именно вот так, в виде таких двух больших ячеек, потому что я здесь храню все в папках, и удобнее это вверх брать, чем вот так туда запихивать, оно будет все, скорее всего, вываливаться, если положить горизонтально. Здесь у меня лежат, например, органайзеры с наклейками, вот эти три штуки. Этот альбом тоже с наклейками. Дальше идут два альбома с гашенными марками. Тут еще какие-то тоже наклейки, и там тоже наклейки. Это вот то, что я часто использую, и мне удобно, сидя за столом, сразу это все брать. А в дальней ячейке у меня лежат запасы марок, например, это вот для отправки заказов из магазина. Это просто запасы, которые я редко открываю, а это вот папка, которую я часто использую. Она еще лежит вот так вот в файлике, чтобы ничего не вываливалось. У меня здесь все разложено по номиналам, и можно вот так просто листать и искать нужные марки. Ну и здесь еще лежат наклейки больших форматов. Это вот вообще такие большие книги с наклейками, которым уже много лет, и я все еще их использую до сих пор. Ну, потому что не часто использую. Ну и тут еще просто есть отдельные листы стикеров, тоже, которые большого формата, и удобно хранить среди больших форматов. И еще у меня рядом с этой полкой небольшая свалка всегда, но это специально оборудованное место. Я сюда складываю пустые конверты, которые от обменов у меня остаются, какие-то бумажки, которые надо разобрать. В общем, здесь такая бывает накапливается куча, я потом ее разбираю. А сверху лежит коробочка, которую как раз надо убрать на место. Это новогодняя вырубка, уже Новый год прошел, но я пока еще не все успела убрать. И перейдем на левую часть стола. Здесь у меня стоит специальная мусорка настольная, я туда складываю вот такие всякие мелкие ошметки, это очень удобно, потому что так они бы валялись просто по всему столу, а так хотя бы в одном оборудованном специально для этого месте. Это двухсторонний скотч, который я использую почти каждый день, поэтому он просто вот так стоит. Это обычный скотч, тоже самое, часто его использую. И здесь у меня еще коробочка со скотчами вторая, вот она так выглядит, шкатулка. Тоже часто их использую, хотя вот приходится вот так вот доставать, не очень удобно, потому что у меня здесь сверху всегда лежат какие-то блокноты, которые я использую прямо сейчас. Вот, например, блокнот с цветными листами и зимний блокнот. И здесь еще лежат материалы, которые надо туда вклеить, они специально отложены, поэтому получается небольшая свалка, но как есть, так есть. Это у меня от микрофона, на который я сейчас записываю, это упаковка. А это бинокль из театра, тоже надо куда-то убрать, но пока здесь. Дальше идет вот такая коробочка для писем. Здесь у меня есть система. Это вот открытки на отправку стоят, ждут своего часа, завтра их пойду отправлять. Во второй ячейке лежат полученные в этом месяце открытки. Здесь вот есть что-то. И остальные полученные висят у меня вот на доске. Я каждый месяц обновляю эту экспозицию, ну и в течение месяца тоже. Ну а вот в этой третьей ячейке стоят всякие бумажки большого формата, черновики, которые тоже бывают нужны. И тут еще вот лежит контейнер с вырубкой в виде цифр. Не часто ее использую, но контейнер очень удобно вот здесь вот вписался в это место, поэтому тут стоит. Ну и теперь заглянем еще под стол. Здесь вот у меня лежат пачки журналов, которые я использую для вырезания картинок. Это вот такие органайзеры тоже с разными бумажками. Сейчас вот этот открытый возьму. Он не закрывается, но я его прям так и храню. Здесь даже было когда-то какое-то условное разделение. Ну вот, например, здесь вот скраб бумага лежит. Тут вот какие-то поля от марок тоже все вместе. Еще вот есть такие бумажные поля от марок, там были которые в виде стикеров. Но тут все равно вот есть, например, первая ячейка, в ней тут все подряд сложено. Всякие мелкие элементы из разных обменов. Но, в общем, более-менее удобно этим пользоваться, потому что хотя бы есть какое-то разделение. Может быть, не всегда четкое, но плюс-минус я могу сама найти, что где лежит. И с другой стороны под столом такая вот тумбочка. Здесь вот в верхнем ящике лежат штампики. Это папка с такими силиконовыми штампами. Это коробочка со штампами на деревянных основах. И вот еще внизу тоже две коробочки. Здесь лежат подушки. Здесь вот лежат всякие эти штампы, на которых меняется дата или какие-то вот эти картинки. Еще у меня здесь лежат штампы на английском языке, буквы. Это вот блок, на который клеятся силиконовые штампы. И еще у меня здесь какие-то запасы ручек из золотых маркеров и всякого такого. В принципе, я часто использую эти штампы, поэтому удобно, что они в ящике. И еще у меня здесь такой вот есть ящик, в основном со скотчами, но и не только. Они лежат в контейнерах. Здесь на самом деле вот есть крышка. Можно вот так еще закрывать, но я обычно открываю, потому что что-то беру все время. И здесь три таких контейнера лежат. Один я вынимаю. Очень, кстати, удобно вынимать. И второй, и третий. И еще есть четвертый. Я забыла, что их четыре. Вот, это вот уже дно. И есть еще вот такая коробочка, в ней тоже скотчи лежат. Но это такие, которые я совсем редко использую. И еще здесь лежат скотчи вот в такой коробочке. Здесь есть какие-то форматы большие, которые не влезают в более мелкие. И кроме этого, тут у меня лежит вот эта штука, ручной принтер механический, он же имбоссер. И лежат здесь еще вот эти все дыроколы круглые, которыми я вырезаю всякие кружочки. Лежат ножницы фигурные. Вот это целая коробка этих ножниц. Но я их использую не очень часто, поэтому они лежат в самом низу. И еще вот там лежит точилка для карандашей. Тоже ее не очень часто использую, но если надо, то могу достать. Ну и вот в какой-то момент мне стало не хватать мест хранения около стола, поэтому появилась еще вот эта тумбочка. Здесь шесть ящиков, она на колесиках. В принципе, можно передвинуть, если что. И вот верхний ящик я недавно вообще как-то организовала. Раньше тут была свалка бумажек просто. Но я все это убрала. И здесь у меня вот во время Нового года лежали всякие новогодние скотчи. Вот это вот были новогодние наклейки здесь. И было очень удобно, потому что не надо было никуда лазить. Все лежало вот так под рукой. И можно было оформлять всякие там открытки, блокноты и все вот это. Но сейчас уже пора бы это все убрать и здесь что-то другое положить. Пока не знаю, что именно, но вот эти ленты для имбоссера я точно хочу здесь положить. И вот там у меня еще вдалеке лежат штампы на русском языке. Тоже они тут останутся. А вот это все новогоднее уйдет в другой ящик. Следующий ящик. Здесь не особо все разобрано. Здесь лежат всякие бумажки и наклейки в коробочках. Без коробочек. Это какие-то остатки от моих коллажных наборов, которые я брала себе. Короче, тут надо все разбирать. Следующий ящик, в общем, примерно такой же. Но тут, ладно, получше все лежит. Здесь у меня лежат наклейки в такой коробочке. Я уже ее показывала, мне кажется, в каких-то видео. Там, в общем-то, просто всякие отдельные наклейки. Ну или маленькие какие-то листы. Это то, что я использую в своих оформлениях в основном. Еще у меня здесь лежат вот эти рулоны с наклейками. Лежит еще вот этот органайзер тоже с наклейками. В общем, тут не идеально все тоже хранится. Я думаю, какие-то, может быть, ячейки сделать. Потому что все равно все в итоге сваливается в кучу, как не раскладывай. В четвертом ящике у меня по папкам разложены и по альбомам разные бумажки. Это вот, например, заголовки из журналов. Этот альбом тоже заголовки из журналов. В принципе, так их удобно просматривать. Это просто разные вырезки, картинки. И там есть еще несколько подобных папок. Это вот скраб-бумага такого небольшого формата. Ну и тут какие-то еще есть тоже альбомы. Это альбом, по-моему, просто с картинками. Тоже какими-то. То есть это все, что я часто использую. И удобно, что оно в папках, потому что их можно менять местами и ничего не перемешивается. Это вот осенняя, по-моему, папка. Я не часто использую. Можно ее, кстати, переложить туда, к новогоднему. В пятом ящике у меня лежат всякие карты и путеводители старые, которые я использую в качестве красивых бумажек. Наверное, нужно их переложить отсюда, потому что они мне нужны не каждый день. Я их иногда просматриваю, но все-таки у стола можно их и не хранить. И вот в самом последнем шестом ящике у меня лежат вырезки из журналов. Здесь в основном целые страницы. Вот они так лежат в папках или в файликах. Это, в принципе, удобно. Можно взять, пролистать и потом убрать на место. Их я использую часто. И туда что-то добавляю, что-то убираю. И еще у меня около этой тумбочки есть очень странная конструкция. Вот такая табуретка. На ней стоит коробка открыток. Сейчас я покажу, что у меня там. Эту коробку я уже показывала в каком-то видео. Мне кажется, когда я делала вот эти разделители новые. Здесь у меня лежат открытки в чистом виде. Они все отсканированы. Есть какие-то из них в обменнике, какие-то просто на компьютере. И когда я отправляю, например, через сайт посткроссинга, я беру какую-нибудь открытку, которая мне нужна, и ее скан сразу добавляю уже на сайт. Это удобно. И вот здесь еще осталось место. Можно добавить открыток из шкафа, где у меня лежат неотсканированные. Ну и сверху у меня сейчас вот так здесь еще стоит коробка. В этой коробке лежит много разных папок. В них наклейки, материалы какие-то для сезонных блокнотов и еще что-то даже не знаю что. В целом мне удобно вот так брать папку и потом куда-то ее сюда ставить. Это проще, чем вот в эти ящики, например, закладывать, потому что они довольно узкие, и когда там много всего, оно плохо влезает. Но может быть какие-то папки, которые я редко вот из этих использую, я туда переложу вместо карт. Это есть такой вариант. Но я пока не решила, пока не знаю. Ну вот еще у меня есть вот эти два ящика в комоде. Например, сейчас один откроем. Здесь лежат тоже в папках всякие материалы. Это маленькие форматы. Здесь А4. И здесь тоже что-то небольшое. Но это все надо разбирать, перебирать, что-то, может быть, ликвидировать, что-то переложить куда-то. Поэтому пока я не очень довольна тем, как все лежит, но хотя бы место есть, и его можно как-то получше использовать. У меня на самом деле была идея сначала организовать хранение получше, все разложить и разобрать, и потом снимать обзор. Но в итоге почему-то я сегодня стала снимать обзор, поэтому какой он получился, такой получился. Может быть, я потом сниму новый обзор, когда все будет лучше, и мы сможем тогда сравнить, сделать так называемое до-после. Ну а пока на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду рада вашим лайкам, комментариям и подписке на мой канал. Всем пока!